В своем послании народу Казахстана лидер нации уделил внимание жилищному строительству. С этого года начинается реализация программы Нурлыжер. В ней заложены комплексные меры развития рынка недвижимости. Это удешевление для застройщиков банковских кредитов за счет госсубсидий через фонд Дому. Также для населения будут субсидироваться ипотечные кредиты, которые банки выдают через казахстанскую ипотечную компанию. Акиматы продолжат строительство кредитного жилья для вкладчиков Жилстройсбербанка. На это будут повторно использованы ранее выделенные средства по револьверному принципу. Также глава государства поручил Акимам выделять земельные участки для развития арендного жилья. Работа в этом направлении в регионе уже ведется. Начата передача и реконструкция общежития на 45 комнат по улице Ярослава Гашика. В нем будут жить сотрудники Департамента внутренних дел. Кроме того, для них в этом году планируют начать строительство еще одного дома. Всего в жилье нуждаются 562 полицейских. В пятой концепции глава нашего государства говорит об удешевлении жилья и ипотечного строительства. Достигнута договоренность между областным Акиматом, исполнительными органами, Департаментом внутренних дел, Жилстройсбербанком, а строительство ипотечного жилья на 100 квартир. В послании еще раз акцентируется внимание на государственных программах и предлагается к реализации программы «Нурлажер», в соответствии с которой индивидуальное жилищное строительство в течение 15 лет будет производиться и планируется обеспечить жильем полтора миллиона человек. Конечно, радует то, что президент вновь и вновь все эти программы разрабатывает совместно с правительством для улучшения благосостояния каждого казахстанца.